Южная Корея меняет решение по вертолетам морского патрулирования 24 января 2019 года военное обозрение Южная Корея меняет решение по вертолетам морского патрулирования Ряд источников в военных кругах Республики Корея сообщил о том, что РК пересмотрит схему сделки по приобретению вертолетов морского патрулирования для ВМС страны Вместо достигнутой осенью 2018 года договоренности о приобретении 12 вертолетов Европейской компании Южная Корея возобновит тендер, участниками которого станут Источник изображения Второй шанс для Причиной изменения позиции Южной Кореи является предложение США, поступившее 14 ноября прошлого года после закрытия торгов США выразили намерение продать Корее вертолеты По программе Министерства обороны ФМС, английский В этих условиях правление программ оборонных закупок РК, английский Ранее поставившие задачу приобрести вторую очередь вертолетов морского патрулирования в количестве 12 единиц, рассматривает возможность возобновления тендера Однако в этот раз рассматриваться будут два предложения вместо трех Источники в Министерстве обороны РК сообщают, что ДАПА готовится объявить тендер в ближайшее время в течение первой половины 2019 год ДАПА Через программу ФМС По приобретению MH-60R Seahawk По-прежнему можно констатировать, что AW-159 Wildcat Является фаворитом этого соревнования В 2016 году восьми этих вертолетов были поставлены в Южную Корею И выбор Wildcat Для завершения второй очереди приобретение вертолетов имеет существенное преимущество с точки зрения оперативной совместимости Окончательное решение может изменить цена вопроса Одним из преимуществ сделки через ФМС Является, как правило, более низкая стоимость контракта в сравнении с прямой сделкой Согласно имеющейся информации, США готова продать ИРК 12 единиц MH-60R Seahawk За 840 миллионов дол 950 миллиардов вон Примерно такую же стоимость готова предложить Леонардо За AW-159 Wildcat В разное время назывались разные цифры от 40 до 800 миллионов дол Условия же предыдущего тендера предполагали максимальную стоимость контракта на 12 вертолетов 1,9 миллиарда дол За исключением финансовых выгод, сделка по программе ФМС Имеет мало преимуществ Южная Корея имеет негативный опыт приобретения истребителей Ф-35 через систему ФМС В случае с которыми имелись нарушения сроков поставки американской стороной, а попытки ИРК получить компенсацию остались безуспешными 23 января 2019 года Права на данный материал принадлежат военные обозрения Материал размещен правообладателем в открытом доступе